Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды Так, ежедневные награды забрал В магазине пак открыл Что надо там подать? Джастин Окей Тут забрали Серию испытаний Давай быстренько пробежимся Так, вот Вот здесь нам нужно пробежать Я возьму, наверное, Армагона, Бакстера Стокмана, Леонарда, Ваньку и... нет, и возьму, наверное, Крэнга Вот такая команда будет Ну что, Крэнгу, как ты видишь, нам осталось поднять один уровень и он будет у нас до соточки прокачан Что очень будет меня радовать Так, Севермонтес, ну-ка Упадешь? Упал Добивай его Так, ну что, друзья мои, завтра у нас выходит месть Шреддера Черепашки ниндзя, да Надеюсь, они ее выпустят где-нибудь с утречка Не хотелось бы поздно вечером А то, знаешь, пока скачаешь, пока поиграешь, пока запишешь, ну, надеюсь, все-таки и в скором времени выйдет игрушечка про кота И что-то там у нас еще Провокацию А точнее, направленная ярость Так, ну что, 10 ящиков с инструментами, я думаю, довольно легко можно их найти Так, два ящиков уже нашли Так, остается семь, да? Какие-то комиксы выпадают, которые мне не нужны Эй-эй-эй-эй-эй Что-то начинается вот это вот Волокита Давайте, давайте, говорю, мне ящики с инструментами Вот А не какие-то там Дребедюльки, которые мне не нужны и даром Так, пока я тут возмущался, я забыл, сколько там уже Так, еще два ящика нужно, да? Раз Два, отлично Ну что, прокачиваем до пятой ступени И для шестой ступени, ну, тут дофига нужно Приманка для маузеров Надо будет 6 комиксов 10 Короче, магнитофонов И 12 номеров Это будем уже в следующих сериях искать Так, и поднять уровень персонажа Но я так понимаю, что Крэнга мы сегодня Вряд ли прокачаем Потому что для него нужно 31 тысяча Хотя, может быть, за прохождение На турнирке Мы вполне сможем Набить 11 тысяч, да? Слушай-ка, у нас жетоны Здесь, смотри-ка Разыгрывать Давай-ка мы пройдем Это событие Я думаю, не надо уже никому объяснять Для чего нам нужны жетоны А жетоны нам нужны И их нужно очень много Тут у нас, оказывается Пошло небольшое разделение Как вы знаете Я качаю в данный момент Шредера Именно на него трачу жетоны Но тут пришла Так сказать От народа Предъява Типа Рэй, не стоит прокачивать тебе Слэша Лучше ты прокачивай Кроликов Честно говоря, я не понимаю Почему поменялась Позиция У наших Зрителей Но Друзья мои Если честно Я вам скажу Что все-таки Я докачаю Я буду искать На слэша На ДНК А уже после слэша Уже после того Как мы его поднимем Я буду Искать ДНК На кроликов Вот так вот я скажу Я уже не буду, ребята Поддаваться На эти, как говорится Уступки, да? На ваши вот эти вот капризы Давай это Давай то Нет Раз уж мы решили Изначально Слэша Не надо Потом уже Где-то в середине Говорить, что Давай вот будем Искать Кого-то другого Собирать Все будет у нас По порядочке По последовательности Иначе мы Как обычно Наберем кучу Всяких этих И ничего не закончим И не там И не сям Получится у нас Это как раньше Вспомни Мы начинали прокачивать Каждого персонажа По одному По два уровня И в итоге что? Ничего хорошего Получался эффект Только в одном случае Если мы берем Прицел Определенного персонажа И начинаем его Капитально Как говорится Бустить Искать на него ДНК Скидывать на него Весь Мутаген Вот только в этом случае Есть какие-то у нас Сподвиги Так Ну что Друзья мои Мы прошли Вот это событие Получается Сколько мы заработаем Сейчас Жетонов Давай-ка посмотрим Хватит нам На три ДНК Или нет Нет конечно Тут всего лишь 326 жетонов Это очень мало Ребят Ну зато прошли Так Что у нас тут Сцены на силие Да Или Городская война Тени на солнце Ладно Этим займемся Позже Сейчас я хочу Все-таки Пойти На турнирную арену Так Уровень 61 Вот здесь есть 58 Сейчас попробуем Может быть дадут 16.22 Ну а вдруг Кто его знает Пока все еще 16.21 Не дают Ладно Хорошо Давай выберем Но здесь уже придется Так как у нас 61 уровень Хотя Подожди Дай-ка я попробую Обмануть Так сказать Самого себя Я возьму Например Армагона И вместе с ним Отправлю Вот таких бойцов Армагона Для чего я взял Ребят Чтобы Попробовать Если он не добьет Всех Чтобы вот этих вот Персонажей Которые с ним идут Не смогли уничтожить С одной Плюшки Слушай Армагон Здесь справился Ну видишь Кто знал Я бы мог Конечно взять Слабеньких Своих Там 56 55 Уровней Но кто мне Даст гарантии Того что Их не разберут Вот именно что Я просто Перестраховался Лишний раз Так Ну что 16.21 Также по прежнему Дают Я возьму Наверное здесь Бакстера Если он в принципе Тоже неплохо Сыграет То Мы в принципе Обойдемся Без потерь Но когда я буду Брать уже Супер Шредера Вместе Со вторым Прокачанным бойцом Естественно Мы будем брать Уже Самый наш Хвост Хвост я называю Самых маленьких Парсонажей Которые у нас есть И будем уже Их отыгрывать Ну а в данный момент Вот Таким Попробуем Способом Пройти Как можно дальше Естественно Сегодня хочу взять Лигу Мастеров Хотя бы Дойти до Трех звезд Было бы Очень неплохо Но Никто опять же Не даст мне Такой гарантии Что я смогу Это сделать Так ну что Тут например Неплохо 64 уровень Если я возьму К примеру Усаги Так Ваня Уйди И зэк Вот Усаги И зэк Здесь вот Можно с ними Наверное Все таки взять Уже и Послабее Противников Не противников А наших бойцов В чем фишка Фишка в том Что зэк Бросает бомбочку Он отнимает Хотя бы Немножечко ХП Но Усаги Как-то Инициатива Все таки Больше Сейчас посмотрим Сколько тут Нанесет урона Шикарно Естественно Зэку Ничего не остается Просто как Добить их Своей бомбочкой Я вот все Гражусь Гражусь Прокачать Зэка До сотого уровня Чтобы посмотреть Какая инициатива Будет У зэка Лучше Или все таки У саги Мне кажется У зэка Так Ну что 25 позиция Тут остается Совсем чуть-чуть И мы перейдем Уже в лигу Мастеров Только давайте Ко мне 16-22 Угу Так Так Если я возьмем Например Дуни Рафа И майки А вместе С ними Отправим Например Так И Карайку Естественно Здесь В чем фишка Рафаэль берет Провокацию Донателло Ставит Массовую защиту Ну А майки Естественно Ставит уклонение И в принципе Вот Такая у нас будет Команда Которую фиг Называется Пробьешь Вот что здесь Лучше взять Защиту Я наверное Возьму Защиту Можно было бы Конечно И сюрикены бросить А вот теперь Берем провокацию Ну что же Крик души Ну что 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 такое Так Мы еще и замедлили Наших врагов Блин Очищение сделал Левому Ну куда ты прыгаешь Ну куда Ты же получишь Сейчас от моего Рафаэльчика Звездюлей Ах Он еще и броньку На себя повесил Ты гляди Кучу вытворяют Ты гляди Точечный удар На тебе Сплинтер А вот это плохо Хорошо Что у нас Ухлонение стоит Ух Давай-ка я попробую Наверное Вот так сделать Бэмс Минус Крис Брэдфорд Также я попробую Уничтожить Сплинтеры Есть Давай-ка Попробуем Теперь Ванюшу Загасить Так Наверное Тут все-таки Лучше Леонардо Подстегнуть Замечательно Заморозишь Заморозили А пробить Не пробил Ну тогда Давай Наверное Кулачком Бумс Шикарно же Друзья Просто шикарно Сейчас Заодно И посмотрим Куда Мы Переместимся С 25 Позиции На 12 Наверное На 7 Ну что 7 место Давай-ка Попробуем Сейчас опять Найти 16 22 И уже После этого Поединка Мы переходим В следующий Ранг Если я Например Возьму Макмана И Железноголового Так Инициатива Инициатива Блин Я не знаю Ребят Давай-ка Наверное Сделаем И так Все-таки Не буду я Брать там Самых-самых Запоздалых Самых Юных Наших Бойцов Возьмем Серединочку Ну-ка Красавчик Макман Красавела Так Муха Я думаю Упадет Потому что У нас Классовое Превосходство Отлично Ну и Добивка Стоит Стоп Круто Тут у нас Все получилось Идеально Ну что же Погнали Далее Так Друзья мои Лига Мастеров Одна звезда Пока Но ничего Страшного 16 22 Отдадите Мне Например 16 23 Вряд ли Да Хорошо Раз Два Три Раз Два Три И вот Так Сейчас Попробуем Тут по-моему Будет первый Ходить Паукус У него Довольно Плохая Инициатива Или Или же Ну да Давай-ка мы Сделаем Вот так Антииммунку Повесим на них Еще заодно Замечательно Так Пит Хлоп Ну Майки Куда ты лезешь Ну что ты делаешь Давай теперь Паутинку И Пощечину На тебе Все Ребят Тут тоже у нас Хорошо получилось И смотрим Какое место Мы занимаем Сейчас уже Скоро придется Нам тратить Откаты Которых у нас Не так много Я кстати хотел Сегодня посмотреть Рекламу Перед Записью Видосика Ребята И Не получилось Просто реклама Не сработала То есть Она даже Не запустилась А раз Не запустилась Реклама Соответственно Я 10 откатов Просто не смог Получить Вот так Вот ребята Ну что Не дают нам 16-23 Фиг с ними Берем Леонардо Берем Ванька Ох Сколько тут Ё-моё Слушай Я боюсь Даже у нас Не хватит Откатов Чтобы Наверное Всех тут Отыграть Через Супер Шреддеры Потому что Нам придется 2 отката Тратить А это Получается Всего лишь 13 поединков 13 поединков Так Тихо Тихо Лео На тебе Хорошо Гасанули 13 поединков Ну До куда Мы можем Дойти Ну Максимум До Лиги Мастеров 3 звезды Но никак не фулочка Да и то неизвестно Где мы сейчас Окажемся 65 То есть Через следующий поединок Мы будем уже где-то В полтишочках Болтаться Я-то понимаю Опа 17-23 Шикарно Ну что Шреддер Вот Настала Пора Тебе Как говорится Показать Свою Прыть И ярость Правда Крис Брэдфорд Здесь Не особо-то Нам поможет Ну Надеюсь На шреддеры Ну В принципе Вообще Великолепно Эти все Отдупляться От Постепенного Замечательно Как-то так И никак иначе Ну что 50 место Дадут Мне сейчас 54 Ну что Придется Смириться Только Вот 17-23 Я все-таки Попробую Выловить Блин Было же Вот Ну что Шреддер Погнали Будем Теперь Тебя Эксплуатировать Тебе И С кем Тебя Надо Взять Ну давай С Бакстером Вместе С Бакстером Ты будешь У нас Раз Два Три 24 Отката Это Получается На два По Ну 12 поединков 12 Ровно Поединков У нас Будет Ну здесь Конечно Вот это Вот это Плохо Ребят Вот это Сейчас В данный Момент Было Вообще Фигово Сейчас Будет Разбор Полетов Е-мое Ладно Этот погибнет Этот тоже Вот этого Надо гасить Так Опа Опа Кого Бьет Повезло Просто Ребята Крупно Повезло Шреддер По идее Должен Наверное Дупиться Я так понимаю Добивай этого Суслика Отлично На Ну естественно Это не хан Подбил Это его Постепенный Урон Который Еще С самого начала Повесил На него Шреддер Ну-ка 37 место 37 место Да Получается Где-то Два Боя Еще Нужно Два Три Боя Сделать Чтобы Перейти На Следующий Ранг Шреддер Например И Крэнг Шреддер И Крэнг Ну в принципе Неплохая даже Комбинация Быть Главное Чтобы По Инициативе Они Вытянули Потому что Тут Макеланджело Хил Как бы Нежелательно Чтобы Он Оставался В живых Ну Тоже Как вариант Постепенно Это урон Тоже Неплохо Давай-ка Бомбочкой Тыч Слушай Мы Наверняка Наберем 11 тысяч Мутагена Вот за Прохождение Этой Лиги И Крэнг Сегодня прокачается Наверное У нас Все-таки На соточку 26 Место Да Так Раз И Ванюшу Возьмем Ну Ты сам Видишь Бойцов Еще Просто Целая Рота Играй Как говорится Не хочу Только Как говорится Подавай Откаты Ну Что же Поехали Все По старой Школе Я могу Справиться Без любого Бойца Но только Не Без Супер Шредера То То есть По факту Если брать Друзья Мои То Самый Топовый Персонаж У меня В данный Момент Самый Самый Топовый Персонаж Это Супер Шредер На данный Момент Но Вас Интересует Какой Персонаж У меня Самый Любимый Ребят На самом деле Их Очень Много Вот Не могу Я Взять Вот Одного Персонажа Какого И сказать Все Вот Он Мне Только Нравится И Все Не Могу Так Их Очень Ребята Много Мне Например Очень Нравится Рафаэль Да Я знаю Что у него Нет массовой Атаки Но Мне Нравится Потому Что Он Провокатор Он Очень Как Как Я Начинал Играть Именно За счет Нашего Рафаэль Который Брал Провокацию И Контур Атаку Проводил После своего Удара Причем Не имеет значения Его Бьют Или Массовую Атаку Он Все равно Всегда Дает Сдачи Причем Он По Защите Очень Довольно Крепкий Вот Потом Конечно У меня Лео Со Своей Массовой Атакой Ну Как Ж Без Него Е И Армагон Ребята Вот Армагон Тоже Один Из Топовых Бойцов У меня Как Бы И Усаги Вот А Уже Там Все Остальные Микеланджело Да Со Своим Уклонением В общем Есть Бойцы Которые Вроде Бо Сейчас Уже Они Невзрачны Например Я Микеланджело Сейчас Вот В последние Разы В последние Бои Практически Не беру Его С собой Да Почему Ребят Ну потому что У него Только Лишь Уклонение В принципе Которое Мне Уже Не Нужно Если Моя Цель Раньше Была Выжить Прожить Как можно Дольше Поэтому Я Всегда Ставлю Уклонение То Сейчас В данный Момент У меня Поменялась Тематика Что Мне Нужно Не Уклоняться И Защищаться А Наносить Как можно Больше Урона И Желательно Массового Поэтому Ну Тоже Правда Массовые Атаки Рознь Например У Кирби Тоже Есть Массовая Атака Крик Но Он Такой Слабенький Такой Слабенький Этот Крик Что Ты Не Почувствуешь Того Дамага Который Ты Хочешь Получить Так же Как В принципе И Джастин У него Есть Две Массовые Атаки В принципе Я Почему Его Начал Прокачивать Своё Время Думал Что Он Будет Крутой Но Дело В том Что Инициатива Ребята У него Подводит Он Слишком Поздно Её Применяет Он Применяет Тогда Когда Уже Враг Успевает Сходить И Причём Не по Одному Разу То есть Он Как бы Теряет Ну Свой Потенциал Вот Именно Массовика Затейника Только Лишь из-за Того Что У него Очень Слабая Инициатива Всё Ребята Была бы Она Чуть Чуть Повыше Покруче Цены Бо Ему Не было А так К сожалению Он Из Братис Из Всей кучи Вот этих Массовых Персонажей Которым Наскрутит Атаку Джастин Чуть Не Один Из Худших Подводит Он Просто Подводит Я Ещё Не знаю Что Будет Делать Железноголовый Если Его Прокачать До Соточки Понимаешь В чём Дела Потому Что У него Пока 80 Уровень Но Он Даёт Слабину Но Я Не могу О нём Ничего Сказать Потому Что Он Не Прокачанный По Фулке Вот Когда Будет По Фулочке Тогда Я тебе Точно Скажу Стоит Железноголового Качать Или Не Стоит На данный Момент Он Для меня Идёт Больше Не Массовая Атака Всё Так А то Что У него Есть Провокация Причём Провокация Идёт С Дебафом То есть Он Вешает Ещё Замедление На наших Противников Неплохой Такой Бонус Провокация Плюс Замедление И вот По поводу Ребята Волуна Я этого говорил Что я хотел бы Чтобы у армагона Когда он бросает Этот валун У противников Которые выжили Было бы Головокружение То есть Ну как бы Логично По башке Получил таким валун Он выжил Но получил Головокружение Потому что Когда ребята Вешают на себя Извините меня Броню А причём Иной раз Даже по две Как он так это делает За один Извините меня Баф Он вешает на себя Две брони Но это несправедливо Но это и есть Такое здесь И ты с этим Не поспоришь Так что Я считаю Что армагон Заслуживает Иметь такой Вот Стан После удара Пит Вы все говорите Рэй прокачивай Пит У него будет Уклонение Ребята Я вам ещё раз говорю Что в приоритете У меня сейчас Не уклонение Всё-таки стоит А Атака Именно Вот Массовые атаки Почему я всегда И беру Шреддеры С армагоном Там с Леонардо С Усаги Там или с Крэнгом Чтобы были Массовые атаки И беру их вдвоём Потому что надо ещё Отыгрывать слабых персонажей Если бы у меня был бы Топовый боец Который бы мог бы Справляться на Супер высоких уровнях Один Естественно Я бы не брал бы тогда По два персонажа А тратил бы просто Один откат И всё Вон видишь Уже осталось Шесть откатов А шесть откатов Если мы Поделим На два Это получается Три поединка Нам как раз Хватит только Лишь дойти до Лиги мастеров Три звезды Всё Так Ну что Тут Сразу Двое Упали По степенке Одного мы Сразу изначально Подбили Ну и Ванька Конечно же Со своего Грандомёта Остальных Уложил Баньки Ну что Смотрим Какое место Четырнадцатая Тринадцатая Одиннадцатая Ну что же Одиннадцатая Давай возьмём Семнадцатая Двадцать четыре Потому что Я уже видел Да-да-да Вот он у нас есть Армагон Ну давай Попробуем Через Макмана Армагон И Макман Я надеюсь Макман То меня не подведёт На добивке То он хорош На добивке Ну инициатива Я имею ввиду Я знаю Что вот этот Майки Ляжет спать Интересно Или нет Вот Вот это вот Печаль А морозильная кошка Как-то Не успевает Значит мы добиваем Если бы у морозилки Была бы инициатива Чуть-чуть повыше Она бы смогла Захилять отряд И Макманды Макман бы Не смог бы добить Всех остальных Это тоже учитывайте А вот и Лига мастеров Три звёздочки Девяносто седьмое место У нас И Два поединка Впереди Топчик не возьмём Конечно Но Повоевали нормально Из одного мутагена По-моему Мы насобирали Нужное количество Уж Десять тысяч мутагена Мы Должны там Насобирать С горем пополам Так Ну что Постепенный Урон Я думаю Армагон всё-таки Сможет их тут Ухоркать Конечно Конечно Сможет Есть Так Ну что Двигаемся Далее С девяносто седьмого Места Мы переходим На восемьдесят Второй Не очень Конечно Много Прошли Продвинулись И последний У нас Поединок Берём Шредера Берём Армагона Раз Два Три Двух Бойцов Как ты видишь Отыграть Не получится К сожалению Ну ничего страшного Завтра Уж точно Мы наверное Зайдём В топчик Завтра уже Ещё Кстати Событие Будет открыто Да Так что Всё будет Хорошо Ну вот Вот Что мы хотели То и получили Отыграли Все свои Откаты Продвинулись Довольно Неплохо Сейчас будет Где-то Семьдесят Пятый Да О Шестьдесят Шестой Даже Так Поднять Умни персонажа Ну смотрим Сколько Сорок Пять тысяч Мутагена Конечно Друзья Конечно Есть Контакт Ну и вот Там у нас Крэнк И сотого Ребята Уровня Сотого Уровня Забираем Здесь награды Тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн Сколько Там у нас Ну да Ещё Много Так Ну что Турнирку Мы прошли Давай Давай Теперь Испытание Сцена Насилия Ну давай Наверное Городскую Войну Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Пять Я думаю Я думаю Здесь Достаточно Будет Поставить Автобой Сам Понимаешь На первых Парах Автобой Будет Рулить Опять же Нам не стоит Проходить Полностью Всю эту Эпопею Ну где-то До эпизода Наверное Пятого Шестого Надо будет Дойти Чтобы Там уже Выпадало Максимальное Количество Жетонов Хотя Если подумать Нам в принципе Это не актуально Потому что Завтра у нас Будет событие Мы на событии Можем эти Жетоны тоже Пофармить Пумс Крэнк Наяривает Слушайте Друзья А как У Крэнка Звать Вот этого Робота У него же должно Быть название Какое-то Я же не думаю Что Крэнк Это вот Сам этот Вот Чудик Это Крэнк А робот Вот этот В котором он сидит Его же не звать Крэнк Может быть Боевая машина Крэнка Или как-то там Кто-нибудь Помнит Вообще Я просто Как-то раньше Не задавался Этим вопросом Что это За робот Такой Просто Крэнк Крэнк Интересно Так Ну что Кто-нибудь из них Вообще Массовую атаку Будете не применять Из моих бойцов Не Так решили Просто запинать их Я конечно понимаю Что это Наизи 20 уровень Это пинать Фигли Тынч Причем Да Если смотреть Такие бизоны Крэнк Ванька Шреддер И такой Дохненький Зэк Вообще Всегда не вписывается В эту команду И кстати У нас еще По-моему Очень много Пиццы Мы можем Пиццу Дотратить Всю Для того Чтобы Найти элементы Мы ищем Мы ищем На кого На коже Голову Еще раз повторяю То есть Крэнга Мы теперь Уже не трогаем Потому что Крэнг Прокачан По фулке Единственное Что я могу Предложить Это прокачать Ему До седьмой Ступени Скил Все И ты Заметь Да Эти все Наши Персонажи Бегут А именно Крэнг Он Переходит В другое Измерение Видишь Как бы Как порталом Хоп И оттуда же Вылазит То есть Он не бегает Хотя В этом В мультиках Он летал Видишь У него сзади Вот эта вот Турбина Он за счет Нее Летал По воздуху А тут Он почему-то Прыгает В другое Измерение Перемещается За счет Него Вот так Так Ну что Сколько у нас Уже здесь Будет Жетонов Тридцать Ну Тридцать Жетонов Маловато Максимальное Количество Здесь по-моему Будет Сорок По-моему Так Вот я Знаешь Чему удивляюсь Ребята Вы посмотрите Как у Супер Шреддера Вот эти вот Когти на ногах Как он Бежит Я не понимаю Как можно Бежать У тебя же стопа Она же должна Как бы Загибаться Ну все-таки Да Вот это Пальцы Когда ты ходишь А тут Такие Извини меня Как он Бежит Не могу Никак Этого Понять Это же Больно А он Еще Сбоку Здесь Что ли Получается Шип Почему Он вообще В шипах Я не пойму В него Что там Какие-то Доспехи Вросли Или что Почему он Таким стал Как Росомаха С шипами Нет Ну вот эти Доспехи Я понял Которые у него У него Был доспех Да У него Выдвигались Эти клинки Это я помню Так Ну-ка Сколько 30 До сих пор Еще 30 Хм Потом Значит Будет Эээ Два Этапа По 35 И Наверное В последнем Уже будет 40 Наверное Так Все-таки Это будет Выглядеть Тут уже Как мы видим Четыре волны Стоят Голодранцы Так Давай Давай Расплющивай Сегодня Друзья Мои Весь День Не смог К сожалению Записывать Я вот Под вечер Сейчас В данный Момент Записываю Видосик Потому что У нас Понимаешь Мне везет С моим Соседями Сверху Сосед Перфоратор Чек А Через Стенку У меня Музыкант Емоё Любитель Послушать Очень Громко Музыку Я не мог Просто записывать Так как Он на всю Ивановскую Врубает Музыку Это ужас Какой-то Поэтому Мне пришлось Ждать До тех пор Пока он Не наслушается Вот так Вот Эх Когда же я уже Ребята Сделаю в своей Квартире Ремонт И перееду Твою ж Налево Сейчас с этими Повышением цен Я уже не знаю Друзья мои Когда я его Закончу Этот ремонт Все подорожало Абсолютно Все Так Ну что же А давай Посмотрим Сколько Сейчас будут Давать Жетонов Ну я так и думал 35 Может быть Остановимся На 30 Друзья Давай Наверное Остановимся На 30 Поехали Опа Сразу Эйпл Кунеичи Так Осколки 2 бакса Кружечка Камень Талик 30 Жетонов Морозилка И Последняя попытка Это Микеланджело Так Теперь Переходим На нашего Кожеголового Где он у нас Кстати Мы можем Ему Вот так Вот 58 Уровень И поехали Так Это у нас Приманка Для Маузеров Насколько я помню Их нужно 5 штук Да Пока Нам выпадают Только черные очки Все Все Пицца Кончилась Ну что Друзья мои Пицца Кончилась Значит И я буду Закругляться Всем Большое Спасибо За просмотр И до новых Скорых Видосика Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует...